Строительство солнечных электростанций началось в июне этого года. На месте бывшего комвольно-суконного предприятия выделили участок в 60 гектаров, как и было запланировано. Обе станции поставили под напряжение в октябре этого года. Солнечные электростанции, которые мы запускаем сегодня, каждая мощностью 15 мегаватт, они сегодня необходимы, они пойдут на нужды и промышленности, и жителей края. Я уверен, что это только начало. Край у нас солнечный, солнца у нас много, потребность есть, поэтому будем строить. 5, 4, 3, 2, 1! Каждая станция состоит из порядка 45 тысяч солнечных модулей. В год она способна вырабатывать около 20 миллионов киловатт-часов каждая. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 15-20 тысяч жителей. Кроме того, использование солнечной энергии, которой богато Забайкалье, позволит снизить выбросы углекислого газа и поддержать экологию региона. Так как система, энергосистема, она сбалансирована, и вырабатывает всегда ровно столько, сколько потребляется, это означает, что если эта электростанция работает, то какие-то, скажем так, менее экологически чистые способы выработки энергии используются меньше. Соответственно, это приводит к снижению, в том числе, выбросов СО2. Солнечная электростанция в Чите – это результат сотрудничества российской фирмы «Вершина Девелопмент» и их партнеров российско-австрийского консорциума при поддержке правительства Забайкальского края. Еще в стадии инициации этого проекта, когда мы впервые заявили о том, что он будет реализован, мы сталкивались с достаточно сильным скептицизмом и со стороны отдельных коллег, и со стороны населения. Многие говорили, что это очередное пустое обещание, мыльный пузырь, что этот проект никогда на территории Забайкальского края не появится. Вот как раз хотелось бы ответить всем этим скептикам, чтобы они приехали сюда на КСК, сами убедились, сами посмотрели, что этот проект завершился, он реализован. Новые объекты работают в составе Единой энергосистемы России, которая объединяет все генерирующие мощности. Построенные солнечные электростанции – это также новые рабочие места. Около 20 человек будут посуточно обслуживать эти объекты. Это не просто инфраструктурный объект, это, можно сказать, сигнал о том, что Забайкальский край устремлен в будущее, нацелен на развитие, готов к сотрудничеству со всеми потенциальными партнерами и инвесторами. Мы, естественно, будем продолжать реализовывать различные проекты в сфере электроэнергетики. Это не только объекты генерации, это и объекты электросетевого комплекса. В перспективе с Корпорацией развития Забайкальского края и Министерством инвестиционного развития обсуждается вопрос о строительстве края завода по изготовлению солнечных панелей. Владимир Прокопьев, Анна Ботвинник, Максим Лобачев. Время новостей.